Субтитры сделал DimaTorzok На Ирангеле Ну опять же Новый самолет Хотя траектория достаточно старая Ребята могут вновь выпрыгивать в Приморск Если вдруг им будет это комфортно Фейзы ныряют в сторону Сосновки И кстати Судя по тому как рано вышли Собираются лутать именно вот заднюю часть Сосновки Не будут саму военную базу ехать И знаете В этот раз в Приморске будет конкуренция Тони Соса Хейз Прыгает в сторону Приморска Там же будет и Изус с Хадзова То есть команда Биг И наши парни это чувствуют Сворачивают в сторону Ферри Пира Не хотят каких-то ранних драк Судя по всему Куда летят А в сторону Гергуполя летят Еще несколько команд Так друзья Если вдруг какие-то есть небольшие технические проблемы Вы уж тут простите Дело в том что Мы с вами видим ту картинку Которую нам дают англоязычные наши коллеги Я бы с удовольствием Показывал вам что-то иное Но вот показывали то что вижу Так молодой Проезжает в сторону Ира Ну и Виталити нам показывают Не совсем пока я угадываю что это за местность Но судя по всему Вот Над берегом В сторону Милт Они двигаются Впадают под обстрел парней из Пурдж Но мы уже видели Виталити Против Пурджей стреляется нормально Когда есть чем Да В сторону Фермы двигаются И будут там лутаться Без каких-либо сложностей Я думаю Манки Очень много я смотрю Игроков любят именно женскую модельку Не знаю с чем это связано Но быть может Есть какая-то магия Женской красоты В Ясную Поляну Движется Смак С его парнями Они к молодой Как видите сплетанулись Пытаюсь найти Дрейниса Дрейниса Кин Он практически вплотную Находится к парням из ЛФО По крайней мере вижу я там Лонга 16 Не было там какой-то зарубы На ровном месте Думаю не хотелось бы Побежал Лонга Заверкают пяточки Несется Лонга Сказывает нам Кина Кин тоже на лутинге Лонга от него Уходит Единственное что можно сказать Что АВГ будут очень бедными Но тут сейчас нам решили Показывать только АВГ Хотя явно есть команды Которые между собой Там делят какие-то Интересные споты Четвертый сквад Парней из Ирестейшн Майк Лутает саму Саму военку Вижу я Симсов Дума И его Пенту На рожке Вощенный раз Ну и Сквад Роял Бандитес Вновь на Многоэтажской школе Методы Кстати обратите внимание На ND и IT Уже Несутся В сторону Сосновочки Но Неужели они думают Что никого не было Подождите Я наверное Не совсем понимаю Задумку метода Но это должен быть Какой-то план В любом случае Не верю Что парни Просто едут умирать Так как вы видите По луту Ребята из Ирестейшн Майк Лутаются они уже Довольно таки долго И очень успешно Поэтому Смещение От метод Мне совсем Непонятно Что они могут Там из интересного Себе найти Разве что Покататься за Аирдропами Но при этом Ух Совсем не те Девайсы Чтобы кататься За аирами АВМ Восьмой скоб Патроны И компенсатор АР вместе с Гиликом Все очень сочно Кажется нам Блядисито Начинает он Свою стрельбу И Да Там еще и Лайтону Нужно как-то Проехать Уж не знаю Сможет ли он Но ПП Вся неадекватная Жесткая стрельба По Лайтону Дает информацию Ребятам из АВГ Пытался Туртл закрыть Лонга Но Лонга В итоге Доехал Лонга По-моему Уже сам Не рад что Доехал Ну как говорится Как доехал Так и Брык Спускается Под мост Я не знаю Как он Хочет выбираться Но Чекают его Гранат Обратите На грамотный Внимание На грамотный Муфлейт Он просто Через Райт клик Закинул Канешки Туда Где комфортнее Всего Эти самые Хаешки Взрывают Людей Лайтон Проверяет Получает Информацию Но судя по всему Догадываются Должны Ребята Так нам Показывают Статистику 15 киллов У метода Третье место Слушайте Убийцы И не стали Кстати Контролировать Парни мост А вот А вот И Бладисито Танцует Он под Диспоситу Обстреливает Кин и Дрейнис И у молодого Человека Проблемы Серьезные Как вы понимаете Обратите внимание На фейзов Как они лутаются И на Скват Пурджей Это Вик Кейнт Амфил И Сейн Которые уже Занимают Перекресток У правого Моста И Отстрелы Отстрелы И высаживают Анчардж Но видимо Динамик И тут же Добрать Кого-то Из ребят Вполне Вполне Задача По силам Для любого Игрокам Дрейнис Как я понимаю Повез Кин А молодой Молодой Один Да Оник Сзади Авангард Показывают Сейчас Ребята Статистику 15 ранг Негладко Прошла Первая Карта Липовка Посмотрите В Липовке Все еще Тусят Ребята Из Эксалт Гейминг И пора Боим Двинуться В сторону Круга Проезжают Рядом И ТСМ Видимо И Виса Ну и По Вису Начинаются Огонь Брайска Смак Следующий Кто попадает Под раздачу На брейке Начинается Призарядка Ну и Брейку Тоже Откинут Пару Плюх Дутали Кстати Там Ир Будут Работать Серьезные Девайсы На карте Ну интересно Чем Закончится Следующее Смещение Обратите внимание Как много Команд Здесь Ребята Из Команды Пента Подошли И ФСИ Их могут Контролить И Все Испо Я Думал Изначально Что они Какой Испорт Но Нет Испо Без Букв Р Или Т Ну и Что Неужели Пента Их не Спотает Нет Спотает Пента Начинает Отрабатывать Их Джонс ФСИ Переседели Мне кажется Фила Нокают Проблемы У Фила Фила Тут же Доедают И Посмотрите На Плеер Джонса Тут же Заднее Колесико Подрезает Пентис Форс 18 киллов 5 ранг Всего У них Конечно Топ 10 Зашкаливающая Статистика Вполне Вполне Себе Такая Солидная Для Аузума С учетом Того Что Слабых Команд Здесь Нет Лайтна Кстати Где-то Теряет Метод Пытается Заехать Сплетанувшись Ребята Из Пенты 2 Плюс 2 Летят По мосту И Нет Всех Отсюда Не Закроют Нужно Быть Нереальными Слайперами И лакерками А тут Уже Рейлз Подрезает Ажам Будет ли С ним Совдумом Он проезжает Дальше Я не знаю Оник Должен Открывать Стрельбу Оник Нет Он не Соса В то время Расправляется По моему Уже Со вторым Игроком Методом И по моему Заставят Плыть Соса Посмотрите Что творит Там Тони Соса Да Где Он Хоронит Метод Эх Не Вижу Я Этого К сожалению Но Уверен Тони Соса Тони Соса Там Показывает Грубую Игру Рилз Должен Как я понимаю Сейчас Двигаться Под мостом По воде Семь Совдум Выложил себе Дымную дорожку Ой-ой-ой Неприятно Неприятно Семь Совдум Работает По туху Как же так Как же ему дали Эту возможность Поднять голову Видимо Туха Засмотрелся На дым И получает Несколько Неприятных Шотов В итоге Он нокнут Его нужно Поднимать Это время Которое Семь Совдум Должен Потратить На перетяжку И Не забывайте О том Что таймер Также тикает Вы видите Как АВГ Прыгает По машинам Начинается Движение Пента Постарается По ним Пострелять Тони Соса Врубает Дрейниса И Пента Здесь Очень Жестко Зажимает Молодого Скином Дымится По моему У молодого Джип Но Эта строчка Из автомата Калашникова Не попала Молодого Лишили Колеса Где-то Там уже Прикопали Снегом Свято Оник Далеко Молодой Прыгает Кину Посмотрите Как вежливо Выступает Молодому Место За рулем Хочу я понять Где лишили Жизни Свято Но честно говоря Не нахожу Этого места Уже пошла Зона Скват Зои Ты нам Борется Здесь против Экзалт Гейминг И парни Дерутся Просто за Синим Кругом Не уверен Что это Хорошая Идея С другой Стороны Тут Очень Все Очень Странно Кронекс Готовит Хаешку И что Это Дымы Да Дымы Будет Будет Наверное Отступать Небольшой Подлаг Надеюсь Что Дальше Все будет Хорошо Ага ФСИ Решили Проехать Не по левому По правому Видимо Мосту Что ж Очень Самонадеянно С учетом Как выглядит Круг Но Будут Заезжать В воду По всей Видимости Не знаю Каких Еще Есть У них Опции Но Скват ЛФО 12 Скват Уже Там Ждет И Реально Примет Я думаю Любого Нет Не смущает Совсем Не Смущает Здесь Этих Команд Синяя Зона Поезды Настреливают Ампо Виталити Сверху Держат Они Как я Понимаю Радиовышку Висбрейка Мпр И вся Компания Честная ТСМ Просто Плывут В зону Нет у них Нет у них Пока Иных Возможностей Но С другой стороны Зона Вполне Еще Может Остаться В Новорепке Ей Не Без Это Куда Смещаться Прием К От К 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 Должи Поезды Должны Вступают В Перестрелку С Бигами Тони Сосо Нам Сегодня Уже Показал Чего Стоит Скилл Ух Мр Ну И К Хроникс Ч Забирать Тиммейт Вести Вкруг back from жарки они же иксал game как я понимаю если мы об одном и том же а может быть нам просто показали чужую статистику судя по тому как и быстро убрали в общем сложно важного конечно когда не знаешь ой какие проблемы здесь могут быть у сейна джемби обрабатывает его в руках эмочка с супрессором 416 работает в четверку соколом конечно это рабочее очень даже расстояние особенно для профи ну и посмотрите на сплит виталиков виталити летят прямо на мисту миста игрок тагер мафии сейчас если успеет поднять тиммейта могут виталити тоже какие-то проблемы устроить что-то мне кажется может быть даже не стрельба осталась здесь итогом падения тиммейт лежит на чуть дальше лежит мотоцикл где-то я знаете ли это видел а миста пошел разрезывать виталити занимают все таким компаунд и показывает нам уже пентун пента все еще сохраняет четырех игроков действующих в добром здравии ну и пытаясь это положение рестейшн майк изменить дымит дача буквально один шот как жестко но к и соотпадение рилз x не дают эти плеер джонсу и ой вы знаете кажется я сглазил за спенту уже двоих хоронят и боюсь что у симсов дума будут очень большие сложности как ему отсюда уйти я не знаю смотрите на позицию джаза джаза должен сейчас заспотать ультру и реал секса никак не поднять да 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 виден он прекрасно где ультра начинается на стрел симсов дум принимает решение судя по всему что уехать нет нет молодой там чится мимо коник и кин тоже в добром здравии взлетают они на гору на молодой находится не совдума у пенты проблемы молодой не щадит резекс и и ультра я думал что разрисались и ушли но на самом деле уйти то они ушли но правда в лобби граната очередная граната только теперь уже не от пенты а по пенте и на это все закончилось тонисоса и компания встречаются здесь успеет криспи должен взрываться по идее на этой хаешки там хаешка отличная тонисоса его тут же дочищает ну что вам сегодня показывает тонисоса это конечно ребята 18 плюс контент очень круто разыгрывают сегодня беги и тони на высоте многие многие игроки признают что у тонис супер агрессивный плейстайл он умеет стрелять невероятно хорош брайкс ком пытается заспотать врагов неужели он хочет дать хаен такому расстояние судя по всему да но даже не близко к сожалению налка это будут проблемы спасти его невозможно зона заезжает на лицо виталити фейзом нужно двигаться принимать решение нужно срочно и еще восьмому девятому складу fc испо и purg оник кин молодой нужно заходить в зону ребята на краю перед ними как раз таки тонисоса но посмотрим что стоят беги против наших парней уходит оник вниз в лг-шечку молодой на разведке но по-моему один стоишь должны ждать из да видит видит и тут же срезает ануктива какие-то прям грубые очереди молодой молодой молодому так же достается тут же двоечка чем больно будет парням параллельно там добирают кронокса просто закидали в хаешками ну и фэйзы фэйзы кстати могут немножко сейчас помочь нашим ребятам одиннадцатый склад у них будет на ладони правда и в г тоже вот чем дело вопрос откуда будут пикать сначала фэйзы если справа то убивают а в г если слева то убивают сосу и компанию вот вопрос к кому сегодня будет благословно судьба миксей ах как оник решил здесь наверное немножко даже не вовремя зажиг закрывать джемте в итоге файзы будут теперь знать о бвг и явно недовольны соседством уже уходит фастфейс но кин тоже вражит в ответ на фастфейс убирать оружие за спину и просто текает от кина но как говорят выпил кумыс и нас боис кин не должен отпускать нет расходится ребята миром и вопрос уже в 18 скваде их зал гейминг они могут серьезно задавить наших снизу лонга но кейт виса самому очень больно подпушивают вверх тсм и не то чтобы это очень комфортно делать наверху то броня и целый фуоу и хаешки вместе с дымами как я понимаю разлетаются в разные стороны кого-то взрывать кого-то закрывать миксей там съедает аржа на ее несмотря на то что тиммейт у него там не в самой комфортной позиции принимает решение пушить кина кстати убирают убирает брайкска хэдшотом и не понимает просто не понимает как так в смоках исчезли тсм и вис может подставиться под наью нет первым поставляться мпр вис висыч все увидел брэк лонга срезает на и очень бит и вис ложится в туман если его смоках не прострелит будет удача на ее тается и должен пытаться висы закрывать но подставляется левее под импер и брейка тут же получает пару шотов и уже вис должен выходить ему во фланг вис ошибается в этом моменте он явно должен был видеть на и да вот сейчас начинает по нему настрел и здесь уже конечно в битерброде хотя на ее стрельба она великолепная вис умудряется нокнуть и добрать и лишь после через секунду после этого его съедает смак тсм и могли здесь проходить без какого-то боя но вот как вышло как я понимаю а в г уже покинули раунд 2 конечно не точная информация не хотелось бы мне верить но есть такое предположение очень серьезное о нет постойким к молодой пока молодой еще жив и сражается за честь и отвагу но вот я увидел молодого и не один я забирает молодого и действительно теперь на одну команду на карте стало меньше тони соса идет принимать его тиммейт и честно говоря здесь уже от такс это не очень может быть качественная стрельба хотя возможно ему уже мешали смоки но в целом казалось что нужно нужно делать там еще один ног мкс и пошел вперед хаешкой хаешка может рассказать сосу и компанию джемки нокает одного и получится ли выпушить проходит проходит мимо джейптим мимо тони соса соса сзади и лица в тумане в тони соса он находит тоже и фаспейс он конечно нокнул но дальше хаксит с ним тоже справился минус еще одна команда тони несмотря на невероятное количество фрагов не смог здесь со своими тиммейтами пройти дальше и на этом история второго раунда для парней закончилась но посмотрим беги вернуться сильнее мпр так и кстати вырубает удуром одурмайфаер это игрок из алтов это 18 сквад то есть стреляют они я понимаю на юг на юго-запад отрабатывают двенадцатый нет тринадцатый сквад пинплс находится на краю круга у них максимальный комфорт а вот то чего не скажешь о сцене команда пульш последний и выживший представитель перед ним фэйзы фэйзов правда вряд ли что-то сейчас должно вытащить от этой будки они примерно должны понимать находятся тсм и компаниям чем типа шел вперед но сейна можно вычислить наверное просто чекущей гранаткой это так и близко стоит камню дача ты разумеется задумываешься о том не просто ну как бы не не для каких-то нормальных причин обоснованных почему она там стоит хорошая стрельба у джемпти лично контролирует с вертикальной ручкой отдачу своим 416 виталити решили занимать похожий круг манкис уже поехал у манки есть у вас который он скорее всего поставит в дерево нам так и есть закрывается будет ли лишать колес ой манки здесь что-то лутает судя по всему похоже на проблему возможно с медициной любостами у виталиков но виталите думаю вопрос решать умеют так 13 запушили сзади x alt gaming парни из пинплс и перестрелки между фэйзами и тсм самом разгаре ампр xk пытается периодически спотать но так как все эти поставляется у фэйзов дайса и нас они дочищают но это пожалуй было не то чтобы прям читаем он очень логичным то место нужно было проверять этот камень слишком был красив фэйзи обрабатывают тсм of пидди на земле сработала по нему 24 шейф нока это арки ампер ох как ему насовывает джемпти ампера быстро стирает джемпти он флангану его просто великолепным образом джемпти отличная позиция и тут же смещением к скей а джемпти продолжает пропушивать дальше лишь один брейк по моему сейчас способен хоть какое-то сопротивление оказать но здесь уже джемпти не один уже и тиммейт его поддерживают не ошибиться без брейком как он это сделал как он прошел как будто просто человек-невидимка макси брейка должны зачищать но где брейк брейк лежит сказать нужно в траве понимает это оба но даже сейчас не видит брейка заметили но и макси успевает нокнуть брейк но джемпти поднимет тиммейта зона зона идет очень медленно и они практически внутри кругом виталити в полном составе как видите фейзы тоже пусть и биты но сейчас найдут новые арморы и укрепятся похилиться полностью салт гейминг два живых представителей там уже пошла отработка от фейзов можно пожалуйста увидеть по браэкска стреляли да так и есть джемпти продолжает его нашивать джемпти конечно очень острый глаз видит смещение от браэкска но он отработать не может виталити держит круг фейзы пошли собственно в пуш решили зачищать иксалтов джемпти вновь на острие атаки такой очень агрессивный игрок невероятно мне нравится его playstyle находит мэджика опять же он появляется там где вы не ждут он заходит настолько от круга что мэджика не успевает отреагировать но тут конечно больше наверно от мэджика ошибка он но уровень дерзости конечно 700 процентов проект к вам ороксе его может закрыть снизу браэкска пока ползает за камнем будет доработан с а в м а в м кстати супрессором орокс может закрывать пошел пошел на корточках кстати ребята не стесняются даже в зону заходить если чувствует что может кто-то там быть за синевой тяжело чекать в открытую кстати орокса должны вы сейчас замечать ой орокс возьмёт сейчас расщеплит авм гадалки не ходи но как же фуспей стреляет орокс его не перестреливает и просто не успевает нажать лкм как тут же но кайца но и вызов проблемы брайкска здесь бракеса сделал свое грязное дело и зачистил одного из призов джемпти очень бит его попробуют поднять на виталити потеряв одного но там имеют троих здравствующих они просто идут в пуш и манки посмотрите на манки как же он уже далеко и глубоко и сейчас здесь сможет расчищать нет все таки раз расхилились парни фуспейс живет манки но кайт хакста в очередной раз фуспейс но он должен кого-то закрыть из виталити иначе виталики будут в преимуществе вот этот камень он уже стал основной зоной агрессии от виталити ситуация 3 в 3 и летят хаешки и пока взрывается очень далеко резкий обрыв здесь нужно наверное не в воздух кидать а заставлять скатываться гранату по склону ползет манки зажимает и не справляется манки не с одним из призов плохая стрельба откровенно говоря и уже призыв преимуществе можно разыгрывать ситуация 3 в 2 не в пользу команда виталити виталити чекать и я понимаю хоксити фуспейс пошел уже по краю шадоу еще до достается с двух сторон он не понимает откуда идет работа гораздо ниже врага уже фуспейс посмотрите с хоксити просто несутся на него он может не успеть даже аптеку заюзать нет аптеку все-таки заюзал перестреливать с хоксити но тут к сожалению без шансов и его тоже отрабатывают шиф 11 я понимаю в 2 с одним связом шива удалось поговорить на равных выбирает он джемс зарабатывает него поинты все правильно если сейчас погибнет поинты бы не достались ног не был защитен как килл и дафы заберут раунд что же стабильность признак мастерства фазы не собираются выпадать с подиума и в очередной раз нам демонстрирует весьма и весьма интересную игру но на этот раз конечно же джемпти джемпти меня невероятно удивил от него я конечно ждал многого но не таком и уровень агрессии зашкаливающие джемпти и браво конечно показал нам красивейшие мувы фуз фейс кстати с хоксити тоже заслуживает аплодисментов в конце пуш он был весьма и весьма строгим тем не менее давайте наблюдать что еще наша занимается десятую строчку топ-10 результат достойный но наверное не тот который вам ждут болельщики но ребятам стоит простить парней за вгф все таки они играют раз замены б честно сказал в своем посте вконтакте посте вконтакте дрейнс напрягаться они не особо планируют просто потому что вчера вымотались нереально и сложно выдерживать такой темп который который вот задают зают сейчас игры и задают квалы все таки валанаем были невероятно крутыми на друзья вот так вот заканчивается у нас второй раунд впереди третий из четырех собственно раундов сегодня состоит наш вечер скобочках ночь поэтому не уходите далеко не переключайтесь я старский к вам вернусь оставайтесь на связи